здравствуйте дорогие друзья считайте это видео обращение официальным ответом на ситуацию шамарзинэм ситуация сложилась немного не в его пользу он решил воспользоваться моим добрым и честным именем точнее моей фамилии выставив меня каким-то злым гражданином общественником который не помогает другим гражданам могу пояснить следующее сюда я прибыл по звонку неравнодушного гражданина нам неравнодушный гражданин хочет сделать определенный комментарий по ситуации что есть вообще происходило и как он видит эту картину с подтверждениями документальными по поводу этой парковки так что слушаем и кстати хочу сказать что многие многие могут сказать что это фейк или еще кто-то там да там подставной нет граждане это неравнодушный граждан который просто не хочет быть публичной личностью как товарищ шамардин ну и как бы ваш покорный слуга серу спасибо в один тебя за то что ты осветил эту ситуацию в сми с незаконными действиями господина алексея шамардина до который тут на протяжении двух месяцев всех водителей терроризировал незаконно эвакуировали машины и последние его так скажем попытки эвакуировать отсюда автомобиль я вышел к инспекторам и дабы пресечь незаконные действия в каком месяце было а это был декабрь месяц 2017 года конец декабря вам 22 число и 24 точно не помню алексей здесь проводил мероприятия да вот на данном участке где банк втб-24 именно именно и там с помощью полиции принимать ответственность да спустился и что непосредственно и я вот показал инспекторам потому что находился своей бумажкой что у него есть официальный ответ с администрации что на территории 20 лет октября 90 парковки нет на что я распечатал показал сотрудникам что до территории 20 лет октября 90 бизнес-центр октябрьский да действительно нет как он но ветер дает бумаги но территория банка втб-24 как мы видим с кадастровой карты имеет на адрес 90 в 90 именно и согласно кадастровой парке к карте здесь парковка на что инспекторы обратили это внимание обратили внимание шимардина и тем самым перестали эвакуировать отсюда автомобиль привлекать водитель как отверстие сюда что действующим ордена что он сказал он вырезал из своего видео когда он это увидел сказал да ну тогда пройдемте к 90 дальше то показывает показать интересного стоит такой вот у меня есть еще интереснее показать здесь даже по плану будет влажные парковки не это все ерунда вот смотри все-то нормально мы приехали на дтп да они по парковке ходить не то здесь он на свой беспредел прекратил по факту по факту да но господин шамардин не остановился на этом и в январе то есть я уточню то есть там получается судя по годовской карте парковка незаконно писал заявление и всячески способствовал привлечению к ответственности граждан что сотрудники делали в ну в связи с тем что не знали не знали да после того как они оперировали его бумажка которым всем и пока именно герина вот это вот замечательной бумажкой еще раз но после этого господин алексей написал 32 заявления в полицию 32 заявления в полицию уже участку а я там же делом вы ему показывали а именно именно стереть на территории попросту парковки для привлечения данных лиц к ответственности по выдуманной какой-то статье ваш автомобиль там не пострадал не в никаким это понимаю просто в курсе ситуации есть знакомые которые здесь на у кого у машины и эвакуировали кого вызывали в гибдд для дачи объяснения ну и соответственно рассмотрение после чего он переключился на этот участок хотя этот участок абсолютно ничем не отличается от того то есть он и визуально по всем техническим параметрам абсолютно идентичен вот но что-то его смущает для него бумажка какая-то вот имеет большую силу до его бумажка участке на по факту организованная вполне нормальная здравая парковка да где-то ж какие-то недочеты мое мнение лично я так считаю что нужно было наверно написать по этому поводу обращения чтобы здесь его каким-то образом ну как мы видим уже ее облагораживают вот как раз процесс вот создание этого всего и я больше скажу здесь хотели поставить платные парковки сделать платную то есть схема расположения да я откроем карту расположение платных парковок на территорию совесть она здесь числится когда парковка дальнейших да здесь это но администрация бизнес-центра видимость чтобы своим сотрудникам так скажем предоставлять парковочные места сама взяла в аренду но мы общались администрации его только что значит бизнес-центр октябрьский и нам показали кадастру карту что полностью вся эта земля полностью взята в аренду под благоустройство под благоустройством они подразумевают именно выделение пешеходной зоны и парковочного пространства принципе как все это и было единственное час облагородят пешеходную зону чтобы как направить потоки на вот они установили соответствующие знаки мы еще посмотрим какие там конкретно знаки установлен но я уже вижу отсюда что там есть вот и я так вот сказал бы наверное как вот вы считаете алексею наверное может быть стоило бы здесь обратить внимание просто как здесь сюда делают на то чтобы как здесь движутся пешеходы и транспортные средства и выступить здесь качестве регулировщика вот я тоже мне кажется это самый оптимальный новый пешеход доходе его силы возможности энтузиазм его популизм именно в направлении движения потоков транспортных и пешеходных подумаю он здесь бы пригодился согласен полностью согласен в этом плане расскажите про тот день когда его оформили за неповиновение вы как вот очевидцем этих событий был очевидцем этих событий более того он не пропустил спецавтомобиль спецсвязи который ехал в сопровождении сотрудников гбдд с включенными поблесковыми маячками да не подчинился законному требованию сотрудников полиции долго очень долго от них бегал по территории парковки но это прямо пытался с как-то скрыться да у несколько раз уходил тихо 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 картача должны я занятостью и он тут принимает по ход дела Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 не увидел. Здравствуйте, а что случилось? Здравствуйте, Алексей, что случилось? Заламывают сотрудники. Заламывают беспредел? С чем связан беспредел? На тротуаре не пропустили машину спецсвязи. Здесь? Вы не пропустили? Да. На тротуаре? Да. Что делать? Вы что творите? Сотрудники. Не, можно уточнить, а что не нарушил? Ну что творите, исполнитель? Ничего не нарушил? Нет, конечно. Вы что творите, Алексей? Вы что беспредельнички, а? Сотрудники. Алексей, что делай, гуляй. Там наезд, а мешай. Не, Алексей, я бы на вашем месте не сопротивлялся. По 19-3 оформят. Не сопротивляйся, не полезно. Присядьте. Что делай, присядь. Присядь. Ну. Выводил его, да? На Краснамённую? Да. Можно уточнить, один вопрос задать? Да. А в связи с чем его задерживают? В связи с чем? Не пропуску машину, в связи с спецсвязи. Спецсвязи. Я так понимаю, там тротуар никакого нету. Можно вопрос уточняющий? Там есть тротуар или нету его? Можно уточнить у вас? Там тротуар есть, просто я не вижу там тротуара, потому что здесь все заметено снегом. Правильно. То есть там нет тротуара, правильно я понимаю? Я могу проехать? Тоже сейчас поеду в Краснамённую на там. Может. Все, тогда тут прибуду. Физическая сила была обоснована к нему применена, так как он всячески пытался от них уйти. Прошу обратить внимание, когда он находился наедине с сотрудниками полиции, он всячески препятствовал им их действиям, их требованиям, пытался как-то укрыться, уйти, но все-таки не подчинялся. Когда я там появился, по каким-то неведомым причинам Алексей все-таки решил сесть в автомобиль, хотя сотрудники предпринимали ровно те же действия, которые были ранее. Отдельно выскажусь по поводу действий вообще, в принципе, сотрудников полиции, которые в отношении Алексея применяли физическую силу. Но я скажу, мягко говоря, непрофессиональные их действия были. Очень долго они церемонились. Если вы хотите что-то предъявить, вы предъявляете и действуете. Но, как говорит сосиски мять, это не дело. То, что вы и делали. Прошу прощения, очень холодно. У меня даже глаз заслезился. Это, наверное, я сожалею и сочувствую Алексею из-за этого, наверное. В общем, что хочу сказать. С Алексеем побеседовать там на месте, я решил приехать, водил полицию и провести с ним беседу. Может быть, он воспитательный, может быть, какая-то познавательная для него. Но мы с ним пообщались, этот диалог состоялся. Там на месте никаких противоправных действий в отношении него никаких не предпринималось со стороны советского полиции. Соответственно, никакой помощи от меня он не мог получить. Точнее, он в ней не нуждался. И я так считаю. Может быть, он считает обратное. Но если бы он считал бы обратное, он бы ко мне обратился бы за помощью. Этого не было с его стороны сделано. Алексей, можете рассказать что-нибудь? Что случилось? Я без комментариев. Без комментариев? Я понял. Просто вы говорите, там тротуар. Правильно я понял? Без комментариев. Хорошо. Вам нечего сказать? Почему без комментариев, Алексей? Просто я, честно скажу, на том месте не увидел тротуара. Я даже там припарковался. Вы сейчас лжете, на меня клевету наводите. Оп. Я могу вам задать вопрос? Можно? За что вас еще раз задержали? Там неповиновение, сейчас на этот раз. Сейчас 19 лет, я так понимаю, часть 1. А в чем выразил сегодня поминовение? Когда было сопровождение сотрудников ДПС, сопровождали машину спецсвязи. То есть, сотрудники ДПС сопровождали спецсвязь машину-автомобиль. Он стал препятствован движению, правильно я понял? Стал, да, перед непосредственностью автомобиля. Это на 20 лет октября, я так понимаю, да, происходило? Так, ну, больше не тема. Не-не-не, ну, он как бы имеет полное право фиксировать тут, да. Да, 25-90. Что-что? 22-25-90. Так, значит, Серова тут шел, начинает что-то выяснять. Да-да-да-да, я уточняю вопросы. Вот как раз сейчас вы можете уже комментировать. Он припарковал машину, кстати, на тротуаре, прям показательно. Да? Вы видели? Вы сказали, вроде бы. Вы видели, да? Вы сказали. Вы видели? Я вам вопрос задал. Хорошо, со слов Серова, он припарковал прям машину туда, на тротуаре. Со слов. Предварительно сказав об этом, спросив у сотрудников ГИБДД, предварительно сказав об этом, спросив у сотрудников ГИБДД, ну, я не знаю, так это или нет, мы не видели. Ну, видите, вы говорите. Что я припарковал. С чьих слов? С ваших. Да? Да, все верно. Так, вот секундочку. Это серов при своем дорожном контроле. Да. Да. Все правильно. Так что это я нарушил, да, скажите? Я же говорю, без комментариев. Не, ну, вы говорите о припарковал, значит, что-то нарушил, да? Так я нарушил там или нет? Это тротуар. Это тротуар. Это где написано? Это написано право-дорожное движение. Знак там соответствующий, да? Право-дорожное движение, да? Право-дорожное движение. Вы давайте к делу перейдите. Да, вы знаете, как. Вы к делу перейдите. Вы должны лучше знать меня. Вы мне ответьте на этот вопрос. Мне не нужно вопросом на вопрос. Да. Ну, определ. Скажите, я там припарковался. Дальше что? Вы должны определить сами. Я нарушил? Вы говорите, я нарушил. Как я, водитель, должен определить, что это тротуар? Объясните мне. Я как водитель должен был определить, что это тротуар? Там близко находится, да. И кроме этого тротуара нет другого. Другого нет тротуара. А там есть обочина, обочина там есть снегозаметенная, скажите, есть там обочина, заметенная снегом, я вопрос задаю, есть там обочина, заметенная снегом, нет, там есть не обочина, там есть газон, заметенный снегом, на котором елки растут, и все это прекрасно видно, скажите, пожалуйста, под снегом он есть, да, этот газон, газон кто-нибудь убирает от снега, ну так это может быть тротуар, может быть его не очистили, может быть, по всем, нет, может быть такое, там очищен тротуар, почему, там плитка видна, Нет, подождите. Может быть, мы тогда по всем тротуарам будем так кататься. Там же может быть тротуар, где вы говорите, что там газон, правильно? Может быть такое? Там газон, там елки растут. Это вы знаете. А водитель откуда это знает? Это все знают. Нет, водитель чем регламентируется? Они видят, что там елки растут. Чем он руководствуется, когда двигается? Он у кого с правилом наружу движения. Все правильно. Ему ничего туда не запрещают. И что? Знак П нет. Он параллельно к краю проезжей части тогда останавливается, правильно? Он не останавливается параллельно, он останавливается перпендикулярно. Подождите, вы говорите, что там тротуар. Вы переобуваете сейчас. Сейчас вы уже начинаете говорить, что там перпендикулярно он останавливается. Если водитель не видит, я говорю, если не видит, он не может ставить перпендикулярно проезжей части. По факту, получается, вы на проезжей части препятствовали движению транспортных средств. Это надо протокол у меня составить по 12.30. Согласен. Сотрудники сказали, что я ничего не нарушу. Да? Да. Правильно. А почему тогда сопротивление оказали? Я сопротивление никакого не оказывал. Ну по 19-3 вас за это оформлять будут, за сопротивление. За какое сопротивление? Ну вы препятствовали. Какого препятствия? Вы препятствовали. Я непосредственно видел. Я не знаю, о чем речь. Не знаю, да? Вы так думаете? А вы почему нервничаете? Я рад вас всех приветствовать. Вы откуда узнали про нас? То, что мы будем... Я обязан на ваши вопросы отвечать? Ну он обязан был на ваши вопросы. Ну у него желание было ответить на них. Он им воспользуется своим желанием. Пройдете. Для обидеться. Для дачи объяснение. А я объясняю, я отказываюсь. Зачем вы меня руками... Пройдите, пожалуйста. Да я не хочу. Для чего вы, скажите. Пройдите, пожалуйста. Зачем вы руками... Алексей, для каких обидеться? Я отказываюсь, давайте. Продолжение. Пройдите, друзья. Ради бога. Пройдите. Одинокурной значок, товарищ майор. Зачем вы меня... Зачем вы применяет к личному... Да, если вы не отпуете, пожалуйста. Товарищ майор, деваж на дуги, значит. Начал. Готовский беспредел. Следующий момент. Я никогда не скрывал, что считаю все его действия, его деятельность популистической. Он простой популист, провокатор. Это мое личное мнение, субъективное. Но оно основано на всех тех его мероприятиях, которые были проведены именно на этом участке. Возможно, он приносит какую-то пользу. Дай бог. Если он приносит, приноси. Но, пожалуйста, в рамках закона действующего. И не надо доводить все до абсурда. Вот мы стоим напротив сейчас этого участка. Здесь, как нам пояснили... Пояснил собственник этого помещения, точнее, представитель. Они с декабря месяца взяли полностью всю эту территорию в аренду. И обустройством занимаются ее. В их понимании обустройство, это, значит, выделение пешеходной зоны, выделение парковочной зоны. Вот, в принципе, и все. И то, что она как-то поделена была ранее. Одна узаконена, другая не узаконена. Но это ничего не меняет. По факту мы видим одно и то же пространство, которое оборудовано. Да, может быть, где-то есть какие-то недоразумения. Но, пожалуйста, почему бы не устранить этих недоразумений? Возьми, напиши обращение соответствующее. Не надо провоцировать людей. У нас и так проблема, огромная проблема в парковочном пространстве в городе Воронеж. И в этом пространстве можно было наводить порядок другими методами. Не те, которые ты избрал ради хайпа, ради популизма, еще каких-то целей. Там, я не знаю, что ты конкретно преследовал. Ты мог бы просто писать обращение в соответствующие компьютерные органы, чтобы здесь наводился порядок. Не нужно доводить до абсурда любую ситуацию. Прошу обратить внимание, что его же, так скажем, соратники, сподвижники солидарны с моим мнением. И это мнение вы сейчас услышите. Ну, таски беспредел. Ну, это я не понимаю, зачем оказывать сопротивление. Нет, ты записывай. Зачем ты останавливаешься? Ты же потом это все будешь выкладывать. Я вот не понимаю, зачем оказывать сопротивление сотрудникам полиции? Ну, потому что он не виноват. Да дело не в том, что виноват он не виноват. Ситуация такая возникла. Если он чувствует за собой правду. Тоже верно. Да? Тоже верно. Он должен пообщаться, как минимум, нормальным образом. Возникла ситуация какая-то, может быть, не в его пользу. Ну, да, здесь мы согласимся сегодня. Я бы, наверное, так поступил, как вы сказали. Просто зачем обострять это все? Нужен конфликт? Я так понимаю, нужен конфликт. Контент. Контент нужен, да? Он так сам говорит, да? Я так говорю. Ну, провокация-то лучше контент, правильно я понял? Ну, мы, к сожалению или к счастью, но... К счастью. Так скажем, к счастью, наверное, что мы этим не пользуемся, хотя бы можно провоцировать. Ну, вот заметили за Алексеем такую же тенденцию. Любит провоцировать. А без этого никуда. Ну, стоп-ханчо, должен не провоцировать, что ли? Движение не провоцирует. Ну, Алексей отличился. Алексей отличился, да? Мы, короче, изначально не пустили машину спецсвязи. А почему не пустили? В сопровождении сотрудника, наверное? Нет, изначально она без сотрудника. А потом сопровождение, получается. А потом они как-то договорились-то? Ну, сопровождение... Как это, махинации провели? Так, ну, по факту-то это там тротуаром, данный момент сложно назвать. Потому что, ну, там реально все заметено сняли. Ну, как определить, что это тротуар? Ну, на данный момент там сейчас проводятся ремонтные работы, то есть отделяют пешеходную зону. Ну, возможно... Не, мы про сейчас говорим. Мы про сейчас говорим. Ну, сейчас там невозможно определить для водителя, что там. Ну, вот мы для того и стремим, чтобы, ну, предотвращать, это мы говорим. На бумажке это все написано. А водитель руководствуется знаками и разметкой. Ну, вот чтобы они и нарушали, мы там... Так нарушения по факту никакого-то нет, когда они туда едут. Когда заезжают. Когда ничего, никакого. Когда заезжают, есть. А когда они только хотят заехать, тогда нет. Нарушения вообще, в принципе, нет, если они до что заезжают. В связи с тем, что водитель, как водитель, управляет транспортные средства, он руководствуется знаками и разметкой. Соответственно, там... Там знаков не было. Там и заключающих нету. В том числе, там что получается? Там есть заметенная обочина снега. Часть проезжей части. Возможно, там есть тротуар, верно? Может быть, такой. Водитель же не знает, что там... Возможно, тротуар не очистили. Соответственно, там дорога, машина едет. Ну, ему ничего не заключает. Он спокойно себе двигается. Прошу отметить, что в тот день, когда Алексей проводил здесь мероприятие, уже на тот день она была в аренде. И проводились весь комплекс мероприятий, которые необходимы для благоустройства парковочной зоны и пешеходной. Но при этом он всячески препятствовал спецтранспорту и другим любым транспортным средствам, которые хотели туда проехать. Уже имея на то полное основание. Считаю наказание, которое понес Алексей, шесть суток ареста, абсолютно законным. И не подлежат отмене. Так что, Алексей, больше не повторяй этих ошибок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин